Если сравнить Карелию с российскими регионами, то она выглядит вполне благополучно с точки зрения санэпид-обстановки. В Челябинске, например, свирепствует холера. По многим российским городам наметился рост брюшного типа и сальмонеллеза. Зафиксированы несколько случаев со смертельным исходом от болезней разносчиками, коих были грызуны в живых домах. Кроме того, хлопот эпидемиологам добавил грибной сезон. Прославилась у нас Воронежская область. Последняя информация. 328 пострадавших. Из них 57 детей и 24 смертельных случаев. В Карелии пока грибных отравлений не было. Как замечают эпидемиологи, в основном грибные отравления идут белой поганкой, которая смутно напоминает грибникам, если уж не белый гриб, то сыроежку. Другими продуктами питания, как заверил нас главный врач санэпиднадзора, народ не травился, так как СЭС своевременно изъяло все, что не соответствовало санитарно-гигиеническим требованиям. Это мясо 1600 тонн. Для сравнения, в прошлом году это было 22 тонны. И молочной продукции больше 2 тонн. В 1999 году это было 6 тонн. Несмотря на хорошее поведение торговцев, у СЭС еще есть к ним претензии. Есть факты, это не секрет, когда хранят овощную продукцию в гаражах, в квартирах, снимают квартир. Это есть такое дело. Свои санитарные порядки эпиднадзор хочет установить в складском хозяйстве при помощи новой республиканской программы по здоровому питанию и закона о качестве пищевого сырья и продуктов. Но все потоки эпидемиологов по гигиене сведены на нет родным коммунальным хозяйствам. Как видно, между первым и вторым наблюдается очень тесная и нерадостная связь. 37% водопроводов не имеют обеззараживающих установок в республике. Всего по Карелию 65% коммунальных и 38% ведомственных водопроводов с водозабором из поверхностных источников не имеют полного комплекса очистных сооружений, а также обеззараживающих установок. Часто в поселениях воду вообще просто перекачивают насосом в водопровод, не забивая при этом изъять плату с населения как за очищенную водопроводную воду. Низкое качество питьевой воды каждый год приводит к росту кишечных инфекций. То там, то сям эпидемиологи фиксируют заболевание дизентерией. Что касается цветности воды, то на летнее время санитары о ней забывают, хотя проблем это отнюдь не решает. С наступлением осени цветность снова возрастает, а значит и в питье поступает огромное количество гуминовых веществ, питательной среды для микроорганизмов. По мнению эпидемиологов, что бы они ни делали, не идут дела и не будут идти до тех пор, пока власти не наведут порядка в эксплуатации водопроводных сетей.